Ирина Бондаренко из Сум спрашивает, уважаемый учитель, расскажите, пожалуйста, как защитить детей от нездоровых отношений нашего мира, особенно если дети взрослые и в Кабале пока не созрели, дети не взрослыми, огромное спасибо. Это зависит от вашего воспитания, только лишь, но воспитание же оно еще и дается в школе, там еще где-то на улице, в кружках, так что в детском саду, так что я не могу сказать ваше воспитание, в общем воспитание ребенка. Дело в том, что даже кроме того, дело в том, в какой среде все-таки он находится. Но если вы настраиваете ребенка на добрые отношения с другими, через наш мир и через высший мир все-таки этим он себя обеспечивает некоторой защитой. Я не могу сказать, что это абсолютно уверенно и на все случаи жизни, потому что, но я не могу сказать, как у вас там будет это вообще реализовываться. Но человек, который настроен в добрую сторону по отношению к другим, вести себя интеллигентно, правильно на дороге, при вождении машины и так далее, он все-таки спокойным будет относительно других. И если он будет проявлять спокойствие, не будет вызывать агрессии, то и через высшее управление, и через взаимодействие с другими людьми он будет натыкаться на минимальное количество проблем. То есть, в принципе, это и есть защита, да? Это и есть защита. Доброе, открытое отношение к другим – это защита, причем серьезнейшая защита от помех, грубости, от всего. Вот интересно, несмотря на то, что каков мир, там, человек, чеков волк, так скажем, а защита является вот это добро к другим людям. А когда ты берешь волков и начинаешь их приучивать, ты их берешь палками или сладостями? Ну, и палкой, и сладостью. Палкой – это то, но подход к ним должен быть через кормление, через заботу. Вот так, даже к таким зверям. И к людям в том числе, хотя они и похуже.